МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Марат Оспанов. Ученый, общественный деятель, экономист, политик. Первый председатель мажориса парламента Республики Казахстан. Марат Трудубекович Оспанов родился в Октюбинске 17 сентября в 1949 году. Сначала учился в средней школе номер 6, затем закончил школу номер 2. Как говорят преподаватели, как ученик Марат Оспанов был скромен, трудолюбив. Любил спорт, увлекался лыжами, футболом. Как вспоминают его сверстники, Марат умел быть настоящим другом. У меня понятие «друг» – это нечто большее, чем товарищ, знакомый и так далее. Но тем не менее, в то же время сказать, что мы не дружили, нельзя. Ибо я в 1977 году из города Рудного, Костановской области, переехал в город Октюбинске в 1977 году. Как раз в этот период, по-моему, в начале учебного года, в сентябре месяце, что ли, вот молодой человек, очень хороший, приятный, ну, естественно, меру обрусевший, городской. Вот и появляется вот Марат Оспанов. С того момента вот мы познакомились. В 1979-1989 годах, работая преподавателем, доцентом, заведующим кафедрой истории КПСС и политэкономии, читал лекции в Октюбинском медицинском институте. Он работал сначала преподавателем, потом старшим преподавателем, доцентом. Как раз одновременно он был заместителем, заместителем партийной организации медицинского института. Почему он заместитель, а не партком института? Потому что в тогдашней системе, если первый руководитель казах, партком должен быть не казах. Вот как раз там Синяков партком был, потом Шербаков был, он был заместителем. Но потом уже позже, уже до депутатства он возглавлял и партийную организацию. Таким образом он как педагог формировался, ну как политик, который знающий политику из внутри. В то время в медицинском институте действовали две кафедры. Кафедра философии научного коммунизма и кафедра истории КПСС и политэкономии. Марат как раз был принят преподавателем политэкономии, потом его отправили в целевую аспирантуру. Город Алматы, Казгу тогдашний, сейчас национальный университет. И оказывается он оттуда вернулся после аспирантуры. И с того момента я его это хорошо знаю, он был очень добрый человек, ну естественно, у него и менталитет складывался таким образом. Я бы сказал, он настоящий как бы евразиат, вот тогда мне представлялся. Вроде казак, все знает, понимает, ну учился, тем более он в Москве. Тогдашнего высшего учебного заведения, самый главный экономический вуз нашей страны, это экономический институт имени Плеханова. Народно-хозяйственный институт имени Плеханова, вот он там учился. После этого он учился в аспирантуру уже на политэконома. А там он конкретно был экономистами, экономическое образование получил. Здесь это называется политэкономия, что политэкономия тогда была три. Вот три составные сейчас марксизма, философия, политическая экономия и научный коммунизм. Вот он учился на политэконома, то есть политическая сторона, экономики. Таким образом, у него уже было целостное знание после аспирантуры, как настоящий экономист кадровый и политэконом. Его общественная деятельность началась с первичной организации КПСС в Актюбинском государственном медицинском институте. Ну, что касается 1977 года, у него был постоянно рост. По-другому никак не мог быть, ибо он был очень общительный, никогда не отталкивал своих знакомых, товарищей. Всегда он был готов с кем-то поделиться своим опытом и, кроме того, мыслью даже. Вот и где-то начиная с 1985 года, у нас вообще в стране, тогдашем Советском Союзе, были перемены. Это было связано с апрельским пленом 1985 года, тогда уже возглавлял Союзную партию Михаил Сергеевич Горбачев. Как раз он обещал потом уже перестройку, и в конце вот эта перестройка все завершилась тем, что развал Советского Союза. И после этого мы имеем вот такие, как независимые государства, как Казахстан, то есть бывшие 14-15 Советских Республик, и все вот распалось. Но тогда, начиная с 1985 года, у нас была возможность, все-таки мы жили в тоталитарном режиме, при тоталитарном режиме нет свобода слова. Нет свобода слова. А где нет свобода слова, это очень плохо. Все-таки мыслить людей запрещать невозможно, не запретишь. Внутри в голос об этом говорить, ты не согласен, за кулисьми говоришь, за чашкой кофе или чай там будешь говорить, там это не так, почему это так. А вслух говорить невозможно. И тогда мы еще поделились, все-таки вечного нет. И наши государства, видимо, распадутся. Рано или поздно такого разговора, среди молодежи тогда были такие разговоры. Потом в 1987 году уже были настоящие экономические, вроде бы, перестройки. Это что? Это ускорение. А как ты ускоришь все старые? На старый лад ускорить невозможно было в социально-экономическом плане Советского Союза. Дальше были сложности уже потихоньку, особенно в центре, в Москве. Таких тогда независимых газет, журналов, как такого не было, но были независимые люди. Их раньше называли диссидентами и так далее, и там подобных. А до того, там Солженитин, Сахаров и так далее уже люди знали. Некоторые из-за рубежа, тоже за границей, которые находились наши люди, бывшие советские. Ну и это эхо, видимо, дошло до Казахстана. Тогда, я помню, Марат в 1987 году, по-моему, даже тогда был вот этот Трофимов первым секретарем. Он даже к нему заходил. Вроде там свои планы, как можно изменить экономику, как можно вообще наши промышленности и так далее и там подобное. Ну тогда такого молодого человека, ну это бывшие партиицы, тем более возглавающие партийные организации в области. Конечно, добрых слов, видимо, не сказал, но Марат дальше продолжал. И причем продолжал. Он специально, у него было, по-моему, движение такое, за перестройкой, что ли. Но в основном были ребята там, и журналисты были среди них, и другие, и так далее и там подобное. Вот это влились к тому, что в 89-м, по-моему, или 90-м году Марат Толдович хотел стать депутатом. В 1991-1992 годах Марат становится народным депутатом, заместителем начальника Главной налоговой инспекции Республики Казахстан. С 1995 года являлся председателем Мажелиса парламента, депутатом Мажелиса. В этом качестве он известен среди народа больше всего. Марата, видимо, заметили, причем в первую очередь Марата заметил тогда Асанбаев. Асанбаев, сейчас вот я забыл его имя. Он был, работал даже, первые его назначили даже вице-президентом. Раньше это какой-то был должность вице, так? И Асанбаев был его руководителем или оппонентом. И Марат как раз оставили там, я же вам говорил, что 50% там, по-моему, там постоянно оставались в депутатском корпусе, а 50% на местах работали, когда все приезжали туда. Ну, Марат остался вот постоянно в группе депутатов. И дальше его вот деловые качества и знания, особенно экономические знания, которые были тогда очень необходимы, очень необходимы. И, видимо, заметили. В 1992 году Марат Турдубекович Успанов был назначен начальником главной налоговой инспекции, первым заместителем министра финансов Республики Казахстан. Маккен, как экономист, он понимал, что прежняя наша плановая экономика уже в независимом государстве не работает. Почему? Потому что он понимал, что мы с вами живем в глобализированном мире. В глобализированном мире есть свой экономический закон. Вот этот экономический закон приводит к тому, что в мировом масштабе в основном верховенствовала рыночная экономика. Другое дело, что это рыночная экономика, кто как понимает. Казахи рыночные экономики перевели, мы казахи, как нарк. И все думали, нарк был са, арк был амс. Так не получилось. Марат в связи с этим в первую очередь хотел обосновать это теоретически, теоретико-экономическом плане, как будущий экономист. Второе. Он работал в парламенте. Парламент — это избранники народа. А они, если обещают народу, а народу много не надо. Народу нужна хорошая жизнь. Хорошая жизнь просто. А хорошая жизнь, что это означает? Это не безизвестный. Карл Маркс в свое время говорил, что человеку, прежде чем заниматься наукой, искусством, учиться, сначала надо где-то жить, есть, пить, одеваться. Народу нужно это. Возглавив один из важнейших финансовых органов страны, Марат Успанов стоял у истоков реформирования налоговой системы Республики Казахстан, подготовки нового проекта налогового кодекса. Раз новая экономическая система, новая структура, новая базис и надстройка, что надо делать? Все эту систему надо изменить. Поэтому Марат Трудбекович за короткое время, где он только не работал, в налоговом комитете, иностранные инвестиции, еще там заместитель министра по экономике и так далее. Почему? Потому что раньше при нашей молодости говорили, партия куда направляет, я туда, я солдат партии. Но если перефразировать это слово, Маккен знал, где он нужен, он там должен работать. И последние годы своей жизни он критиковал. В марте 1994 года Марат Успанов был избран депутатом Верховного Совета 13-го созыва, а затем заместителем председателя Верховного Совета Республики Казахстан. Я до сих пор мечтаю, что вернут в то время, в 90-91 год, действительно была свобода слова, действительно люди выбирали. А ныне у нас же Акимы все выбирают, через Акимат все надо пропускать к кандидатуру, а тогда народ выбрал. Вот именно первый состав наших парламентов, которые где-то 50% работали там постоянно, а 50% были приезжающих по приглашению, когда сессии. Вот и Марат Трудовикович тогда своих соперников победил. Но не секрет, тогда его очень много друзей помогали. Вот частности, многие из них работали тогда в медицинском институте, где Марат Трудовикович. Это Жулая Правимович, Айпиисов, Сарсин Кынаев, бывший вот наш ректор Гордубаев Жангали, Роман Галиевич и другие ребята ему помогали. Потому что, когда идет состязание, когда идет вот свою кандидатуру в движение, но для этого нужны тоже люди, то есть команда. Марат Успанов всегда стремился познать что-то новое, много трудился. Когда он стал уже депутатом, депутатом, избранником народа, он полностью осознал, что он в первую очередь, хотя формировался при советской власти, в первую очередь он сын великого казахского народа. Если он раньше плохо владел казахским, а он потом буквально через год-полтора, можно сказать, прекрасно владел казахским языком, все заседания в основном проводил на государственном и везде во всех организациях требовал, что без языка государства это не суверенное государство, потому что государственный язык очень важный элемент нашей государственности. Почему? Потому что вот иногда наши путы, наши путы такое, вот типа герб, знамя, гимн и так далее, вот мы называем это рямис на государственном языке, они то же самое, как язык, якобы между ними хотят ставить знак равенства. Это абсурд. Язык высший, потому что все эти, может, со временем меняться. Вы же прекрасно знаете гимн, там, содержание другие и другие атрибуты, а язык-то ведь остался. Марат это прекрасно понимал, причем понимал как политик, как общественный деятель, как ученый, как азамат. В это время появляются его многочисленные статьи, книги. Его диссертация, которую он защитил в 1997 году в Санкт-Петербургском государственном университете экономики и финансов по налоговой системе, была признана специалистами лучшей в десятилетии. Ну, в целом он был очень людям, он был очень искренний человек. Теперь я лично знаю, у него сын и дочь. Вот сейчас дочь, я не знаю, по-моему, она училась где-то за границей. А вот сын Арсен, ну, очень похож на отца, он сейчас вот работает, по-моему, в крупном каком-то предприятии. Ну, нынешние молодежи вы прекрасно знаете, постоянно на месте не находятся. Это мы там один раз где-то на работе и 40 лет будем там находиться до самой пенсии, так. Ну, сейчас я точно не знаю, где находится он, но Бахат в сфере, по-моему, медицины. Кроме того, я бы сказал, что она даже общественной деятельностью занимается, потому что был открыт фонд Марата Успанова. Общественный фонд был создан в августе 2008 года, накануне 60-летия Марата Успанова, по инициативе родных и близких друзей. Его возглавляет супруга Марата Трудубековича Бахат Ахмедкалиевна Успанова. Из одной книги «Марат Успанов. Десять лет в политике» и «Марат Успанов. Я верю». Что касается отца, конечно, отца нет уже, но, правда, он умер после Марата, после Марата ушел из жизни. А мать, я вот недавно ее видел, где-то год тому назад, и сестра здесь, и семья и так далее. Ну, жизнь продолжается, но только с нами Марата Трудубековича Успанова нет. Но памяти народу остается. Я бы хотел сказать, что память бывает двоякая. Память семьи, родственников и так далее, и тому подобное. Есть память людская. Вот Марат остался в людском памяти. А это такие люди со стены, исторические стены нашего государства никогда не будут уходить, или как мы говорим. В 2000 году Западно-Казахстанскому медицинскому институту, в то время Актюбинская медицинская академия, присвоено имя Марата Успанова. Мы с вами сейчас стоим возле бюджета Марата Трудубековича Успанова. Университет в целом хранит память о Марате Трудубековичу Успанову. Для этого делается очень много. Со стороны руководства нашего университета, его ректора, а также деканатами соответствующих факультетов и кафедрами. Вот, в частности, в нашей кафедре есть познавательный клуб «Зерде». Мы в сентябре месяц посвятили одно заседание этого клуба Марата Трудубековича Успанова. Молодое поколение, особенно первокурсники, очень интересовало. Вот многие вопросы. Я лично сам вел и ответил на многие вопросы. Туда мы пригласили тех людей, которые знали Марата Трудубековича, вместе работали, сотрудничали и так далее. И, я думаю, впредь мы дальше будем это дело продолжать, ибо наш университет носит имя Марата Трудубековича Успанова. Он сделал для нашего народа, для нашей страны очень много, а последующего поколения – дело живых всегда. Вот, его дело дальше продолжать. И лучшую сторону его жизни передавать молодому поколению. В Ак-Тубе есть улица, названная его именем, а также в городе была установлена мемориальная доска на стене дома, где жил он сам. В Алматы также есть улица Марата Успанова, где живет его семья, награжден Орденом Барыск второй степени, медалью «Астана». Автор книг «Проблемы совершенствования системы управления налогами в Республике Казахстан» и многих других. И напоследок хотелось бы закончить программу словами великого казахского писателя Мухтара Ауэзова. Человечество знает много великих имен, но среди них особое место занимают личности вселенского масштаба, и их немало. От многих из них остались замечательные книги, выдающиеся творения, благородные поступки, память о которых расширяет наше видение мира, помогает нам в наших делах. И именно таким был Марат Трудубекович Успанов. Он останется одним из самых ярких политиков своего времени. Субтитры создавал DimaTorzok